Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь в эфире программа «Диалог» и с вами работает ведущий Сергей Гормин. Ну, а говорить мы сегодня будем об археологии. Это не случайно. Ну, во-первых, потому что для Новгорода эта наука весьма и весьма важна, и здесь ей придается большое-большое значение. Но еще и потому, что 23 января в Новгородском музее-заповеднике начнет свою работу очередная, уже 32-я по счету, научная конференция «Новгород и новгородская земля. История и археология». И вот об этой конференции мы будем говорить. А в гостях у нас сегодня известный новгородский археолог, старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Михаил Петров. Михаил Иванович, здравствуйте. Добрый день. Ну, я, по-моему, ничего не перепутал. 32-я конференция. Ну, и, естественно, сразу хочу спросить, чем эта конференция, ну, может быть, будет отличаться от того, что было ранее? Или это очередное просто подведение итогов прошедшего сезона? Тем, что прошел еще один год, который в Новгороде, как всегда, приносит новые открытия. И, соответственно, на каждой конференции бывают доклады с осмыслением новых открытий, которые произошли не только в прошедшем полевом сезоне, но и гораздо раньше. Ну, и плюс произошло сопоставление того, что найдено или обнаружено, так сказать, в этом сезоне с тем, что было найдено и обнаружено гораздо раньше. А вот скажите мне, пожалуйста, я обратил внимание, что среди участников конференции очень много людей не из Новгорода. Говорит ли это о том, что здесь на раскопках работают археологи из самых разных городов и иногда из стран зарубежья? Или это связано с тем, что новгородская история, она каким-то образом касается вот истории тех городов, откуда приедут там ученые? И то, и то. С одной стороны, объем археологических исследований в Новгороде, в особенности за последние годы, произошло резкое увеличение охранных работ. И в Новгороде работают несколько организаций из разных городов, то есть это Новгородский музей-заповедник, центр археологии, Московский университет, институт археологии Российской академии наук, который представлен в нескольких даже вариантах, то есть и архитектурной археологии, и городской археологии. И, естественно, конференция все же называется «Новгород и новгородская земля», а новгородская земля охватывала, вернее, очень большую территорию, и плюс это всегда подразумевает пограничья. То есть Тверь, Псков, Санкт-Петербург – это новгородская земля, по большому счету, но наука концентрируется там. Хорошо, понятно. Значит, сколько всего будет докладов, и вот, может быть, немножко об этом мы поговорим, да? Три дня будет конференция длиться, да, насколько я знаю? Количество докладов приближается к сотне, скажем так, более 50 докладов. Это включает, по крайней мере, заявлено, это включает и устные выступления, полноценные доклады, сообщения, стендовые доклады по различной тематике. Фактически весь первый день конференции уделяется полевым докладам, то есть о том, что сделано за прошедший полевой сезон и какое-то первичное осмысление результатов. Потому что на археологической пятнице, которую мы проводим в конце каждого полевого сезона, там в лучшем случае какие-то предварительные решения, какие-то уникальные находки, которые доводятся до сведения широкой общественности. Но научное осмысление еще зачастую не происходит, хотя бы потому, что полевой сезон не завершен. В этом году полевой сезон завершился примерно в конце ноября месяца. Я как раз об этом хотел спросить. Вот такая система, она будет продолжаться? Потому что всегда говорили, что у нас, к сожалению, у археологов так мало времени, начиная с начала июня и заканчивая уже, по сути дела, в конце августа. А вот тут уже ноябрь мы захватили. Может быть, пойдет дело до того, что будут зимой копать? Не хотелось бы. Ну, я имею в виду при создании определенных условий, конечно же. Даже при создании определенных условий. Дело в том, что новгородский культурный слой настолько уникален, что копать в неблагоприятных условиях его – это неверно. Это не создает достаточных возможностей для его качественного изучения. К сожалению, нам приходится это делать. То есть, строго говоря, полевой сезон современный, он не с июня по август, а где-то с середины мая до середины сентября. Плюс климатические изменения, они тоже оказывают на нас свое влияние. То есть, просто в этом году повезло с погодой? По крайней мере, в 2017 году, по крайней мере, повезло заказчикам. Но при температуре в минус 10 градусов работать уже очень тяжело. Не столько самим археологам, сколько простым рабочим на Роскове, потому что они перебирают грунт руками, грунт холодный, чувствительность теряется, находки пропускаются. Это не очень хорошо. Но было это сделано, как я понимаю, еще и потому, что нужно, как это то, что вы называете охраной археологией. А еще я увидел такой термин в пресс-релизе по поводу конференции, как спасательная археология. Это одно и то же. Это что такое? Новый термин, я раньше его никогда не встречал. Это прямая калька с английского языка, потому что в англоязычных странах это называется rescue archaeology, то есть спасательная археология. Смысл тот же самый. То есть мы можем спасти культурный слой только путем его изучения. И мы его изучаем. Дело в том, что за последние лет пять, наверное, акцент вообще смещается на охранную археологию. Активная градостроительная деятельность не только в Новгороде, то есть вообще по всей стране. Она подразумевает, так или иначе, вторжение в границы археологических памятников. А в таком городе, как Новгород, внутри вала, куда ни ткни, везде памятник. Поэтому охранная археология у нас активно развивается и в последнее время составляет даже львиные. И я обратил внимание, что есть то ли несколько, то ли один доклад, который связан именно с этим процессом. Практически все. Практически все. Но там как-то даже в названии было именно спасательная археология, почему я обратил меня на это внимание. То есть очень многие. Строго говоря, те работы, которые проводились, положим, на музейных объектах этого года, это Кремлевская стена, это Белая башня и это Церковь Спаса на Нередице, они хоть и относятся к реставрационным работам, но в определенном смысле это тоже спасательная археология. То есть хотя они финансируются государством в рамках реставрационных программ, но это очень крупные объекты, которые влекут за собой введение этих памятников в туристический оборот. Но вот если касаться вот этой самой спасательной археологии, как мы уже сказали, Да, вот что будет самое интересное, может быть, из этого доложено на именно конференции? В спасательной археологии объекта два наиболее интересных, пожалуй, объекта. Это обнаруженная группа захоронений за пределами вала Окольного города на улице Обороны. Это первый объект. Дело в том, что проблема, которую Валентин Лаврентьевич еще в 70-м году обозначил, умирали ли древние новгородцы, она стоит до сих пор. Я сказал, что Валентин Лаврентьевич – это Валентин Лаврентьевич Янин, академик, который, можно сказать, один из отцов новгородской археологии, если считать дедушкой Арсимия Арсиховского. – Дело в том, что у нас нет массовых городских кладбищ ни X, ни XV веков. У нас есть некоторое количество погребений. – Куда они девались? Ответили на этот вопрос или нет? – Нет, ответа нет. И именно это придает огромное значение вот этому открытию. Я жду доклада, чтобы услышать о датировке этого погребального комплекса. Это очень важно и достаточно существенная информация для понимания того, как вообще развивался Новгород в истории. И второй сенсационный в определенном смысле объект, хотя более традиционный – это находки на Дубошине Роскопе. Оба эти объекта были охранные. На Дубошине Роскопе большое количество находок, интересная застройка XIV-XV веков. И впервые, можно даже, наверное, сказать, в России обнаружен не целый, но частичный шахматный набор. – Около 20 фигур, да? – Да, шахматные фигурки по отдельности у нас в Новгороде есть. И не только в Новгороде. Их довольно много. Они дают представление. Но вот так, чтобы мы нашли целый набор, пусть и незаконченный, это произошло впервые. Вторая такая находка более ранняя, но они менее известны, и она более позднего времени в Московском Кремле. – Хорошо, мы продолжим нашу беседу. Напомню, что у нас в гостях старший научный сотрудник Лобородского музея-заповедника Михаил Иванович Петров. Говорим о конференции и археологической, и ежегодной, и докладах, которые на ней будут прочитаны. Продолжим через несколько секунд. – Ну, раз уж мы заговорили о захоронениях вначале, да, вот хочу спросить, там также будет доклад, насколько я посмотрел, который связан с наукой, которая называется, не очень мне знакомая, краниология, да? Правильно я сказал, да? – Да, краниология – это доклад Дениса Валерьевича Пежемского. Краниология – это наука о черепах. Массовые серии черепов позволяют описывать физический облик человека, не имея, скажем так, картинки реального человека. И, соответственно, вот опять же, что Денис Валерьевич собирается рассказывать в своем докладе, я пока не знаю, но само название связи населения Руси по данным краниологии – это, скорее всего, о связях погребальных серий позднесредневековых, то есть XVI-XVIII веков, с другими пунктами России. Потому что, по данным Дениса Валерьевича, получалось, что в какой-то момент в Новгород, в каких-то погребальных памятниках, существует население с достаточно архаичными чертами, которые, видимо, приходили откуда-то из глубинки. То есть город был своеобразным таким котлом для разных групп населения. А вот скажите мне, пожалуйста, мне интересно как раз в связи с этим, вот тоже захоронение было найдено, когда я такое услышал, я подумал, а вот интересно, ДНК там можно какое-то взять вообще? Проебуется какой-нибудь ДНК-анализ с теми останками, которые… Или это невозможно, просто там ничего не сохраняется для вот этого? Это сейчас так популярно, а у всех сериалов… Давайте сделаем ДНК и все узнаем. Это дорого. Первый момент – это дорого. Второй момент в том, что, насколько я понимаю, отбор анализов на ДНК у нас не проводился, по крайней мере пока. Но опять же, у нас в основном позднесредневековые кладбища. Которые материалы для ДНК не сохраняются. Я не антрополог, затрудняюсь даже ответить. Ну ладно, хорошо. Просто вот интересно, я подумал, вот у нас лежит, например, там, ну как бы считается, что вот могила князя Владимира, там, Святослава Ярославича, да, вот рядом его мама, значит. Вот здесь Мстислав, как бы его якобы останки. Недавно обнаружили останки, и так было сто процентов уверенно доказано, что это феоптист новгородский архимандрит, он или архиепископ, архиепископ новгородский, да, в дереве монастыря в Белорусском соборе похороненный, стоит его угромница сейчас. Вот интересно, их же ДНК, наверное, как-то можно исследовать? Не в смысле развенчания там. Нет, нет, возникает вопрос основной, зачем? Ну, за тем, чтобы узнать, насколько они действительно родственники, от чего они умерли. Ну, например, там известно, да, что там, значит, кто-то умер якобы от болезни, там, тот же Святой Федор, да, брат Александра Невского, якобы был отравлен. Так отравлен был или нет, или умер там. Наверное, там все можно... Ну, это не ДНК. Это простые химические анализы. ДНК, он нужен для определения родства, но, насколько мне известно, одна из основных проблем, связанных с ДНК-анализом, по крайней мере, с определением родства, состоит в том, что у археологизированных источников, то есть вот фрагментов, костяков и так далее, во-первых, ДНК зачастую повреждено, то есть сама проба менее информативна, но самое главное, нужен существующий родственник для сравнения. Ну, теоретически у нас есть Рюриковичи, но количество поколений, которое прошло от Рюрика до Министерских времен, там все могло сильно... Жалко, я так надеялся, что вот узнаем когда-нибудь вот эти вот тонкости, так сказать, каких-то родовых моментов и так далее. Хорошо, давайте вернемся к докладам. Значит, может быть, когда-нибудь к этому придет наука, да? Да, это правда. Возможно. Вот я прочитал там тоже, что будет доклад, связанный с ткацким станом, чуть ли не времен викинга и так далее. Это что, где у нас найдено? Да, да. Это найдено на городище. То есть, опять же, насколько мне известно. Дело в том, что я жду докладов точно так же, как все остальные, но летом, когда находили какие-то... Какая-то информация появлялась, мы об этом слышали. То есть, найдена серия глиняных грузил, которые характерны для вертикального ткацкого станка, который, в свою очередь, присущ скандинавам. И более того, это считается скандинавским культурным элементом. И нахождение именно грузила ткацкого станка позволяет утверждать о наличии скандинавских ткачей, скорее всего, женщин. А это очень сильно добавляет красок в картину того, как выглядел Новгород в X веке. Ну, поскольку известно, что Жозефина тоже как бы любила на Пяльцах. Это не совсем ткацкий стан, но, во всяком случае, жена Наполеона. Значит, то вполне в том, что это, может быть, была не обязательно какая-то женщина-ткачиха, что называется, именно профессионально, а, возможно, это жена Рюрика или кого-то из Рюриковичей. Да, скорее всего. Ткачество было в основном домашним ремеслом для X века. Но ключевой момент состоит в том, что на, собственно, славянских территориях, в том числе и в Новгороде, находки грузил для вертикального ткацкого станка редкость. То есть, эта вещь характерна исключительно для скандинавского культурного элемента. Поэтому подобная находка... Что доказывает, в какой-то момент приходит сюда все-таки тех же самых варягов, да? Но они неминуемо приходили. То есть, кто-то, видимо, приезжал с женами. То есть, у нас есть женские украшения, которые характерны для скандинавского костюма. И вот у нас есть элементы домашнего ремесла, которые, опять же, характерны для Скандинавии. Это город. Извините меня, пожалуйста, может, я затрагиваю не самые важные вопросы для археологов, но я, посмотрев, обратил еще внимание на такой забавный, на мой взгляд, интересный доклад. Значит, год, безусловно, научный будет. Но вот забавно то, что там сравниваются домашние и хищные животные, которые проживали в далеком Средневековье, в Тверской и Новгородской земле, как я понял, да? Ну, это, как тоже, я понимаю, не вы, но вот все-таки действительно часто находят следы пребываний там. И как отделить домашнего животного? Ну, вот не домашнего. И какие имеются виды? Волк и собачка отличаются. Ну, это понятно даже. Но не все, потому что крупная собака какого-нибудь облика овчарки, она похожа на волка и, скорее всего, и произошла от волка. То же самое мы можем сказать про свиней и кабанов. Они тоже похожи. Понятно, что лось – это не корова, и они отличаются. Я думаю, что это примерно вот в этом направлении исследований. То есть, а на городских усадьбах костные остатки животных, как домашних, так и их диких, они достаточно обильны. Потому что, если мы говорим о песиках и котиках, например, то они здесь жили, умирали и, соответственно, оставались на… Их костики остаются на усадьбе. Меня поразило, когда я прочитал, что на Рюриком городище нашли челюсть какой-то обезьяны то ли в 12-м, то ли в 13-м век. В 13-м век, мартышка, средиземноморская мартышка, район Марокко. То есть, из Северной Африки. Это был хороший подарок знатному человеку. Понятно, что обезьяны здесь не водились. Потому что в сказках вот эта же птица, которая привезена была царю, или которой послал царь кого-то, там того же Иванушку-дурачка, да, это все-таки иметь под собой реальную слово. Ну, это, скорее всего, павлин. Хорошо. Последние две минуты. Минута для того, чтобы вы сказали о том, о чем вы будете говорить. У меня два доклада. Один в соавторстве с Ольгой Альбертовой Тарабардиной. Это как раз про Дубошин Роскоп. То, что мы нашли, с неким набором картинок. На Дубошине Роскопе, пожалуй, одно из наиболее, кроме шахматного набора, одно из наиболее существенных открытий, это потенциальное трассирование новой средневековой улицы, о которой мы не знали. А второй мой доклад про другую серию работ, они также в Славянском конце, за церковью Филиппа Апостола. И вот эти работы этого года, они показали, что город в целом, и Славянский конец в частности, развивался по трассам коммуникационных артерий, то есть вдоль улиц, а между улицами оставались территории, занятые какой-то вспомогательной деятельностью, и по сути пустыри, а не город. И так происходило с момента освоения в конце 12 века, и, видимо, продолжалось и до 15 века. Ну и последний вопрос. Я специально пытался найти интересные темы, которые могли бы привлечь и людей, которые просто интересуются историей Новгорода, археологией, не обязательно являясь специалистами в этой части, как и я в том числе. Значит, соответственно, могут ли приходить простые новгородцы на эти доклады и слушать их? Да, вход на конференцию свободный. Хочу напомнить, кстати, и сказать, дорогие друзья вам, что первое заседание, открытие торжественное конференции произойдет в лектории музейном, это будет в 23-м, в 11-м, а затем будут вечерние заседания, и не все будут проходить в конференц-зале Музей изобразительных искусств, что на площади Победы Софийская, так что легко найти. Площадь Победы, дом 3. Площадь Софийская, дом 3. Да, значит, Михао Ивановичу огромное спасибо за его интересный рассказ. Об археологии можно очень долго говорить, потому что ниоткуда мы так много не узнаем о жизни нашего города, ну и наших предков, как именно от археологов. Так что спасибо им большое за это. Пожалуйста. Вам спасибо за внимание. Это была программа «Диалог». Всего доброго. Продолжение следует...